Всем привет! Это обзор на книгу Чеда Фаулера «Программист-фанатик». Книга для тех, кто хочет развиваться в IT-сфере как программист, как разработчик. Здесь очень много полезных советов, которые вы можете воспользоваться. Книга для развития как профессионала в IT-сфере. Я отметил из этой книги 10 самых полезных, по моему мнению, советов от автора. Первый из них – это быть худшим в команде. Это значит, что вы должны быть окружены более профессиональными специалистами, чем вы сами. Тогда вы будете постоянно развиваться, развивать свои навыки программиста. Второе – это быть специалистом. Изучайте максимально глубоко те технологии, которые вы используете на работе. Третье – это полюби или уходи. Только полюбив свою работу, вы можете достичь больших высот. А если вам это не нравится и программирование это не ваше, то пора задуматься, что это не ваше. Четвертое – это разберись, как работает бизнес. Программист не только пишет код, он должен понимать, как работает бизнес с системой. То есть понимать бизнес-модели – это очень важно. И программирование – это не программист, это не только тот, кто пишет код. Это тот, кто понимает многие процессы в бизнесе. Пятое – это учись у лучших. Изучай сходный код известных проектов. Очень много таких ресурсов, где можно посмотреть коды более опытных, более известных людей. Например, на гитхабе можете посмотреть, как другие программисты пишут, специалисты. И вы можете использовать их у себя в ходе. Шестое – это занимайся улучшением продукта, над которым работаешь. Вы должны постоянно развивать свой код, делать рефакторинги, делать анализы, тестировать. То есть всегда совершенствовать свой продукт. Седьмое – это умение говорить «нет». Многие программисты хотят многому научиться и берут очень много задач. Но в большинстве случаев они не справляются и подводят других людей. Поэтому надо уметь говорить «нет». Восьмое – это занимайся собственным маркетингом. Что это значит? В мире много программистов, но мало очень хороших программистов, настоящих специалистов. Поэтому вы должны рекламировать себя, делать коммиты, например, в гитхаб, в известные проекты. Восьмое – это занимайся… Ой, девятое – это будь в тренде. Если вы пишете на JavaScript, то вы должны знать, что почти каждую неделю выходит новый фреймворк. Тут тоже такое. Вы должны всегда находиться в тренде программирования. Это всегда быть в тренде. Каждый день что-то меняется, добавляются новые фичи и тому подобное. А именно последний совет – это каждый день старайся быть лучше, чем вчера. Решение сложных задач вам может очень помочь. Вы будете развиваться, то есть анализируйте себя, каким вы были вчера, что вы знали вчера. И постарайтесь совершенствовать эти качества, если вы хотите быть реальным программистом. Это очень круто. Желаю удачи. Продолжение следует...